Христос Воскресе! Доброго дня, дорогие друзья! Эта программа «Есть что сказать». 2017 год знаменателен многими юбилейными датами, не только трагическими. Но вот посмотрите, сколько из них связано со Святой Землей. 135 лет исполняется императорскому православному палестинскому обществу. 160 лет со дня рождения его первого председателя и учредителя великого князя Сергея Александровича Романова. 200 лет со дня рождения самого известного и знаменитого, по-хорошему знаменитого, начальника русской духовной миссии Архимандрита Антонина Капустина. 170 лет со дня образования русской духовной миссии и 145 лет со дня освящения Свято-Троицкого собора в Иерусалиме. И сегодня мы принимаем в Екатеринбургской студии телеканала «Союз» члена русской духовной миссии в Иерусалиме, игумена Леонтия Козлова. Батюшка, здравствуйте, благословите! Здравствуйте! Очень радостно вас видеть здесь. Я хочу выразить великую благодарность русской духовной миссии за ту помощь, которую она оказывает телеканалу «Союз» в съемках на Святой Земле. Это неоценимо, это очень дорого не только нам, сотрудникам телеканала, но и всем нашим зрителям. Поэтому спасибо огромное. Отец Леонтий, паломчество в Иерусалим – это не только великое счастье, но и немалые испытания. Поэтому, как человек, уже долгое время живущий на Святой Земле и трудящийся в русской духовной миссии, одной из функций которой и является прием паломников и забота о них, какие советы вы дадите тем, кто собирается в Иерусалим? Или думает собраться ли? Ну, конечно, паломничество в Иерусалим всегда было испокон веков такой мечтой русского человека. И, конечно, всякий христианин мечтает оказаться там, в тех святых местах, где Господь наш родился, проповедовал, где Он страдал и воскрес, а также где проходила ветхозаветная часть истории человечества. И, несомненно, польза велика духовная, потому что то, о чем мы знаем из книг, из Евангелия, из Библии, все это оживает, когда мы оказываемся на тех самых местах, где все это происходило. И, конечно, такое паломничество всегда было связано с немалыми трудностями. Сейчас ситуация изменилась, сейчас это более комфортно, можно все осуществить, но тем сложнее осуществить именно паломничество, духовное поклонение. Потому что, если раньше вот этот духовный труд, телесный труд, опасности, все это возвышало человека над видимым, временным, люди уже не соблазнялись, что на святых местах торгуют, например, те же арабы. То есть картина жизни восточной, на святых местах, она фактически не меняется. И нужно быть выше видимого, чтобы эти соблазны, они не отвлекали человека от этого созерцания, духовного созерцания священных событий. И сегодня надо еще более внутренне трудиться. Раньше люди говорили, вот я не достоин поехать на эту землю, я хочу, но я должен внутренне подготовиться. И сегодня это тоже, наверное, имеет место, потому что просто проехать по святой земле с комфортом. В кабельном автобусе, с кондиционером. Да, это еще не совсем паломничество, это скорее туризм. А для паломничества, для того, чтобы прочувствовать это, нужна внутренняя работа, иногда целой жизни. Но, тем не менее, патриарх обычно говорит на приеме, что сюда приезжают множество людей, как туристы, по разным причинам, из разных побуждений, но уезжают все как паломники. Потому что святая земля, благодать этих мест, она человека преображает, открывает многие моменты. Поэтому и сильно бояться паломничества тоже не следует. Потому что, вот помню, когда первый раз был на своей земле, оказался в храме в воскресенье, я не почувствовал того, чего ожидал. Я мечтал, что я весь загорюсь молитвой, и у меня посетят слезы, а была какая-то зевота, и меня это очень, конечно, огорчило тогда. Да. Вот. Но, наверное, вот это действие святыни на человека еще не просвещенного, оно вот так сказывается. Но потом я встретил в дневниках с Антониной Капустина схожие настроения. Он тоже очень многого ожидал от этих первых моментов соприкосновений, и тогда это не получил. Да, он пишет, где же вы слезы заранее заготовленные, где же вы, вроде ничего нет, сухость сплошная и все. Конечно. Но вот дух дышит и где же хочет. Не тогда, когда мы ему предназначили, что мы вот все вдруг вспыхнем. Но, несомненно, благодать эта ощущается. Человек по-другому смотрит на себя, на окружающий мир. Вот я... У меня ассоциируется паломничество с той землей с какими-то такими ускоренными духовными курсами, когда человеку открывается особое видение на самого себя, на других людей, дается благодать, но Господь посылает и искушения, чтобы он увидел свои немощи, свои недостатки и восполнил их. Потому что Господь хочет передать нам наследство, Царство Небесное, все свое достояние, все творение. Но мы по своей узости внутренней ограниченности не можем этого сделать. Вот наша задача расширить свое сердце, свое сознание, в то же время, находясь на земле смирением, умом предстоять Богу и своим сердцем охватить всех людей. И вот для этого, конечно, нужно свои немощи, недостатки победить. Поэтому в паломничестве часто возникает искушение, не надо этого бояться, знать, что это другая сторона духовного совершенства. Мы должны познать себя, познать свою немощь и с Божьей помощью вот эти все трещины и изъяны восполнить, чтобы Господь мог дать нам вложить в этот сосуд больше своей благодати. Ну то есть, получается, такая духовная диагностика проходит. Да. И мне кажется, что вот комфорт большого, удобного автобуса может быть откорректирован, например, неприятными соседями. Ведь в паломничество еют разные люди. Группа – это такой сборный коллектив, и там попадаются люди с совершенно разными взглядами. Да ведь, если несколько православных просто соберутся вместе, в чем-то они сойдутся. Ну, в главном. А в чем-то будут горячо спорить. Если мы не можем преодолеть вот эти барьеры, какие-то непонимания в своей среде православной, то что же говорить о любви к врагам, к чему нас Господь призывает? И отец Антонин особо осознал то, что вот этот вселенский характер православия, объединяющий, что люди на Святой Земле встречаются очень разные. Арабы, какие-то вот местные жители, иностранцы. И здесь, русские люди, и здесь они должны преодолевать вот эти барьеры. Вот эта Голгофа, любовь Христова, она соединяет людей. Вот поэтому он был в этом плане человеком очень духовно зрелым. Он принимал всех и мог лазить со всеми и решал очень серьезные вопросы, которые для нас сегодня кажутся совершенно неразрешимыми. И оставил нам такое великое наследие. Отец Антонин личность вообще фантастическая. У него удивительно сочетается множество талантов. Он и археолог, он и, по-моему, фотограф или художник. Художник и поэт. И поэт. Ценитель древности, филолог, знал древние языки и историк, византинист. И в то же время некий авантюризм присутствовал в его характере, потому что ведь закупать для России те участки святых мест, которые турки продавали только своим по вере. А из России, я знаю, что было какое-то предупреждение, что делать этого не надо. То есть, получается, и свои против, и чужие против. А он все равно делал и, как получилось, делал на века, делал для вечности и для современных христиан. Да, действительно. Помимо его многогранных талантов и плодов, как ученого, множество произведений оставил, книг после себя, статей научных. Конечно, самое его главное достижение это создание русской Палестины, вот этих земель, которых он, может быть, не так много, он всего 13 участков приобрел. Миссия обладала позднее большим количеством участков. Но все эти им приобретенные участки были особо важны, как библейские места, как святые места, места, где жили и действовали святые люди и как места археологических раскопок. У него было какое-то особое чутье. И, несмотря на все трудности, действительно, тогда нельзя было покупать, не было понятия юридического лица, нужно было покупать как частное, а иностранцам не разрешали. То есть, они могли покупать землю только при условии потери своего гражданства. Они должны были стать гражданами порты. А русское правительство не одобряло его покупок, как и сенот, потому что боялись, что нарушится вот это тонкое равновесие, установленное на слих местах. Это очень такое... Статус-кво. Да, статус-кво. Боялись, что будут политические последствия. Но наверху не понимали задач миссии. Отец Антонин Капустин первый осознал очень остро, что миссия, она нужна не для... не как проводник государственной власти, не как даже представитель, как представительство при Иерусалимском патриархате, а прежде всего как забота о паломниках русских, которых было множество, которые терпели лишения. И он понимает, что для этого, чтобы выйти из зависимости от греческой церкви, которая не могла им обеспечить вот этот быт сносный, не могла им дать богослужение на русском языке, он понимает, что нужны вот эти опорные пункты для паломников, которые тогда ходили караванами в течение многих дней. Если они шли на Галилейское озеро, они должны были там ночевать и не один раз, или в Хеврон, поэтому он осознал необходимость приобретать земли и строить на них приюты для паломников. И он это делал очень успешно. Сначала через постановых лист, через Якова Халибе и его драгомана, помощника Араба. Потом Хеврон так был приобретен, Илеон, Горня. Постепенно, потом этот позднее был запрет отменен, но удивительны, конечно, плоды его деятельности, сколько он оставил в наследство. Все эти земли он объединил потом в такой форме юридического права, как вакуф. То есть, это земля, которая не могла быть потом продана, а принадлежала, он завещал священному синоду в 1894 году. То есть, всей русской церкви, если бы никого не осталось в русской миссии, все равно земля принадлежала русской церкви. Поэтому он, проведя какие-то трудности, которые будут с миссией в дальнейшем, он оградил это имущество от продажи, и оно сохранилось, дошло до наших дней. Так что вполне возможно, что то, что я дерзко назвала авантюризмом, было просто неким пророческим даром. Да, он провидел, он провидел, и у него было какое-то особое чутье. Господь ему, видимо, открывал и показывал, что нужно делать, и помогал ему во всем, во всей его деятельности. Спасибо, батюшка, спасибо за этот рассказ, дорогие друзья. У нас в гостях был игумен Леонтий Козлов, член русской духовной миссии в Иерусалиме. Спасибо за то, что эти 15 минут вы провели с нами. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами сегодня и всегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова